Всем хай, с вами Мроник, и я продолжаю проходить деревенских. И я продолжаю с того момента, на котором остановился. Правда, почему-то теперь я нахожусь во второй деревне Сан-Андреса. Подготовка к ограблению. Блин, я уже начал понимать, что пишет этот чувак. И на сей раз миссию не сделал никто. Возможно, она сама родилась. В принципе, от этой модификации можно ожидать такого. Неплохой особняк отбабахал себе Епифан. Всё-таки не зря мы тогда работали копами под прикрытием, пока Епифан перегонял бухло. Хоть я и не понял, как всё это сработало, но, видите, сработало. Бля, я посеял мой порно-журнал, найди его. Окей, я думаю, это достойное задание для игры под названием Деревенские. В конце концов, какой я только хернёй тут не занимался. Драка с село на село, убийство, политика, работа копом под прикрытием. Поездки из одного конца карты в другую. Поэтому в этой модификации меня удивить уже сложно. Кстати, глядя на то, как я бодро побежал к этому журналу, можно сказать, что я знал, где он находится. И да, я проходил эту карту год назад. Четыре раза. Потому что в конце там такой люкий подъёб. Но этот подъёб не самое смешное. Самое смешное то, что тут ещё куча квестовых элементов, где нужно в городе искать всякое говно. Поэтому я решил избить старика-бомжа, у которого есть калашников. Сука! Это тебе за поездку из одного конца карты в другой! Ладно, в любом случае, в этой модификации есть хоть какая-никакая атмосфера. Надеюсь, что Епифан меня не кинет в конце. Молодец, нашёл порнуху. Доставь ещё три объекта и ограбление казино можно начать. Окей. Как видите, это очень остросюжетная модификация. Ещё и казино грабить будем. Мне уже кажется, что она лучше 30% современных игр. О, да, старые раздолбанные тачки. Как мне их не хватало. Бери, говорят, Епифану не жалко. Ну, кстати, создатель этой модификации любезно ставил калаш и броник. Я советую их взять. Если хоть кто-то зачем-то решил её проходить. Ну, мало ли интересных личностей, всё-таки кто-то решил её делать. Ах да, не стоит забывать об одной особенности этой версии GTA. Здесь нет радио. То есть есть реклама, но самого радио как такового нет. И это капец как угнетает. Вернее, капец как угнетало, когда я проходил миссию, где надо было ехать из одного края деревни в другой. А потом ещё и обратно. Да и кроме того, эта тачка сегодня-завтра сдохнет. Поэтому я решил совершить дерзкое ограбление на дороге. Конечно же, для подготовки к ограблению нужно подобрать подходящую тачку. И я думаю, такси не самое подходящее, поэтому я просто выкину водителя и побегу дальше. Ну вот, красная тачка, мне кажется, идеально подходит для того, чтобы готовиться к ограблению казино. Но, пошлите, банда. Вот с такой тачкой, я думаю, у нас точно не будет проблем. Кстати, у некоторых может возникнуть вопрос. Какого хрена только сейчас ты делаешь в продолжении прохождения деревенских? На самом деле, ответ на этот вопрос для меня покрыт мраком так же, как и для вас. Ну всё, пора ехать на дело. Подготовка к ограблению казино сама себя не завершит. И чёрт возьми, это реально долгая миссия без единого чекпоинта. Какого чёрта? А, чёрт возьми, ещё и моя машина свернула туда, куда надо, и теперь я медленно еду к реке погибать. Посмотрите на мои тщетные попытки выехать. Господи. Как я вообще собирался грабить казино? Ладно. Давайте, чуваки. Мы сможем выбраться из этой ситуации. Из этой очень чекотливой ситуации. Давай, 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 давай. Ой, блин, я пытался отъехать и выехать, но не получается. Ладно, в таком случае я буду готовиться к ограблению на своих двоих. Вперёд к успеху! Солдата за мной! Блин, а классная анимация того, как он взбирается в гору. И вот первая вещь, которая нужна для подготовки к ограблению казино. Так, достать бухло зелёное, карту пропуска и конус. Что-то мне подсказывает, что автор даже не задумывался над тем, как будет происходить ограбление этого казино. В любом случае, нужно двигать к следующему чекпоинту. Солдаты, вы где? Так, походу эти идиоты так и будут там стоять. Ладно, я помню стратегию. Нужно просто всем дать поебальник. О, господи, вы потеряли Джонни! Ах вы тупые ублюдки. Ладно, хорошо, вперёд, армия, за мной! Армия, за мной! Армия! Отлично. Теперь мне нужно придумать, как приманить этих ублюдков. Хорошо. План действий у меня следующий. Я сажусь в машину, и они садятся в машину за мной. И наш герой безмолвно смотрит вдаль. Мне кажется, автор имел в виду, где это в этом городке есть что-то, что ты должен найти, мой ученик. К счастью, я помню, где лежит это что-то. Но сначала я должен провести операцию по спасению корешей-бечей. Вперёд! О, господи, меня теперь разыскивает полиция, но всё ради корешей-бечей с калашами. Потому как они единственные, кто смогут отвлечь огонь на себя в конце этой миссии. И, о, господи, я только что понял. Попадёшься один раз в эту ловушку, позор тебе. Попадёшься два раза в эту ловушку, позор мне. Господи, я умудрился два раза наступить на одни и те же грабли. Ну что ж, успех, он такой. Ладно, хоть расстреляй этих мудаков за то, что они не пошли со мной. Ну давайте, ублюдки. Вы сделали свой выбор, господа. Отлынивание здесь не канает. И, походу, меня снова преследует полиция. О, господи, что-то мне подсказывает, что это будет жаркая погоня. Что-то мне подсказывает. Что эта погоня увенчалась успехом в мою пользу. Ладно, я помню, где находится место, куда мне надо прийти. Поэтому просто подбираю эту карту. А теперь представьте, каково человеку, который не знает, где находится эта карта. Господи, мне реально жаль человека, который будет в это играть. Хотя что-то мне подсказывает, что в эту игру играло только два человека. Я и тот, кто сделал эту модификацию. Причём что-то мне подсказывает, что этот человек мог даже не играть в своё детище. Мог просто, доделав эту модификацию, сказать, Моя миссия здесь завершена. И выйти в окно. Причём, как бы забавно это не звучало, я бы ни капельки не удивился, если бы эта херня произошла в конце этой игры. Просто видео внезапно начало бы воспроизводиться, как автор кричит Ну чё, роднорог, погнали нахуй! Ёбаный! Вы это видели? Ну чё, роднорог, погнали нахуй! Вот это прикол! Где-то здесь перевернулся фургон с одеждой рабочего. И снова нам не показывают, где именно перевернулся фургон с одеждой рабочего. Поэтому вы, в принципе, могли бы поехать не в ту сторону. Например, можно было сейчас поехать налево и никогда не наткнуться на этого чёртового рабочего. Ладно, в любом случае, я приблизительно помню, где находятся эти места, поэтому я с лёгкостью смогу найти одежду рабочего. Просто нужно свернуть вот здесь. Что, вы бы не заметили фургончик, который находится здесь, внизу этой дороги? Как вам не стыдно? Ладно, в любом случае, сейчас я мастерски сниму этих копов... Э-э-э, куда побежал? Это хитрый ублюдок. Ладно, хорошо, коп почему-то закрыл голову руками, возможно, он меня не тронет, но я на всякий случай от него избавлюсь. Но сначала я избавлюсь от этого ублюдка. Блин, теперь этот начал по мне палить, ты же был напуган. В любом случае, теперь меня разыскивают ещё и нормальные копы. И ещё один охранник. Э-э, что бы здесь ни произошло, всё херня, потому что я видел летающий стул. А теперь вопрос, почему стул летал, а вместе с ним летала рулетка из казино? У меня другой вопрос, сможет ли этот коп поймать меня? Ну давай, я же тут. Э-э, у него врезался человек, и... Окей, эта модификация воистину божественная. Нет, в натуре, а что если эта модификация наполнена скрытым смыслом? И я просто не понимаю этих скрытых посылов. Например, подвешенный коп рядом с одеждой, летающим стулом и летающей рулеткой символизирует то, что человек может проиграться до смерти, сидя на стуле. Ладно, в жопу это радио, я смогу врубить что-нибудь пободрее. Ну, по крайней мере, теперь я чувствую всю атмосферу деревенских. Но, с другой стороны, стоит поискать что-то более подходящее. Хотя не, это больше походит на сантрек моей души, когда я прохожу игру на геймбое. И у меня только что родилась идея. Я попробую сделать ту самую незабываемую поездку, шоп как в бумере. Ну, тупо включив музыку из бумера и включив кинематографичную камеру. Что, многие школьники в свое время делали GTA Russia, тупо запиливая модельки машин типа Zilla, Waza и меняя радиостанции. Надеюсь, я добавил еще немного атмосферы к модификации деревенские. Субтитры сделал DimaTorzok Бухло наверху. Эх, навевает воспоминания о той чудесной игре Бумер. И если вы собрались в это играть, то сваливайте нахер из этого места сразу же. Почему? Просто потому, что автор этой модификации решил очень жестко поугарать. Добавил сюда кучу копов с глушителями. Но это не самое печальное. Самое печальное то, что наверху находятся два копа. Но уже не с глушителями, а с гребанными шестистволками. Я не шучу. Один выстрел и вы мертвые. Знаете, когда я начинал делать прохождение деревенских, я поехал в это место. Причем я очень долго парился с косовыми элементами, потому что ни хрена не знал, где что находится. Бегал, искал эти карты, этого водилу. И потом я приехал сюда. И спустя где-то полчаса моих мучений, я сдох, потому что меня замочили из шестистволки. Вот посмотрите, сейчас он попал из шестистволки по этому мотоциклу. И что, он уже дымится. Блин, это реально подло. Блин, это как гребанная завышенная сложность на аркадных автоматах. Если подумать, то если бы не коп мотоциклист, я бы сейчас уже был погибшим, потому что чувак с шестистволкой неумолим. Кстати, я только сейчас задумался, что копы мотоциклистов похожи на тех популярных мотоциклистов-игрушек, которые были в детстве. А, пофиг. В любом случае, теперь я очень аккуратно буду идти с шестистволкой, надеясь не нарваться на какого-нибудь полицая с глушаком. Но с моей удачи он сто пудов появится. Вот, вот, сразу же. Так, надо найти... Ой, еще один, еще один. Так, надо найти зеленое бухло и сваливать отсюда. Все, вижу бухло. Хорошо, хоть не заставили подниматься на самый верх. Потому что, как я понял, изначально копы шестистволками и ставили на самом верху. Я бы сказал, что самые сложные уже позади, но нет. Сейчас меня уже почти убил коп. Единственная моя надежда это убежать в машину и спрятаться в ней. Отлично, хорошо. Теперь моя надежда доехать живым с четырьмя уровнями розыска. Блин, мне на секунду показалось, что я слышал Ховинского. Хотел уже, так знаете, как в Драйве поехать. А ведь похоже атмосферой погони. Четыре звезды и бесстрашный водитель деревенщина за рулем. Хотя нет, Драйве был аутист. Ладно, самые хардкорные уже позади. Я победил двух чуваков в шестистволке. А уйти от четырех уровней розыска? Любой, кто игрался на Драйве, сможет это сделать с закрытыми глазами. А уж про современные GTA я вообще молчу. Там уйти от четырех уровней розыска это раз плюнуть. Ну и так как погоня не обещает быть очень веселой, я покажу вам одно видео, которое у меня какого-то хрена лежит на харде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы будем тебя угорать! Мы будем тебя угорать! Мы будем тебя угорать! Ладно, в любом случае, миссия подходит к концу. Я уже в двух шагах от дома Епифана. И если сейчас я проебусь, это будет... Ой, как печально! Я бы даже сказал... Капец, как печально... Господи, как же это будет печально! Черт, полиция, беги, едь, беги! Давай же, беги, родимый, они тебя не поймают! Отлично! Отлично, миссия пройдена, молоток! Завтра едем грабить казино! Отлично! Так что я, пожалуй, останусь с вами на еще одну миссию и посмотрю, как будут грабить казино! Но типа с самого начала начинаются какие-то непонятки. Миссия называется Овлом. И я начинаю догадываться, что старики с калашами стоят здесь не просто так. И на все раз миссию сделал Денис Великий. А старики какого-то хера сменили калаши на шестистволке. Что меня еще больше начинает напрягать. Такое чувство, что сейчас произойдет что-то очень нехорошее. И по словам очень нехорошее, я имею в виду очень! Сегодня мы... Что за хер? А так! Эй, да это же те самые чиксы из второй миссии! И внезапно воцарилась гробовая тишина! Цвет погас! И мир деревенских уж нет. Надо взять что-то там. И походу началась очень жесткая и яркая перестрелка, которую я совершенно внезапно пропустил, потому что... Да нет, вроде бичи стоят и насрать на то, что происходит. А ну-ка, отдал мне сущуюся стволку! Отлично, теперь я кручу вас всех! Так, полиция начала штурм Епифана. И я почему-то не мог убить этого человека. Судя по всему, там стоит целый наряд, который мне нужно положить. Да! Да! Блин, если два человека с шестистволкой могли вынести звук ударов, то... Господи, какого хера? Что за ублюдок создал эту модификацию? Как он вообще предлагал мне бороться с этим? Если бы я вышел просто не с той стороны, то все. Но с другой стороны, в этой миссии не надо ехать гребаных полчаса к ряду, поэтому... Это даже хорошая миссия... Это самая эпичная погоня с полицаями из тех, что я видел. Как они уныло ехали за мной на своей машинке. Ну ладно, я побежал. Стал более хилым. И вот, зверская расправа над полицаем, и я наконец-то нашел конус! Дружище, а не тебя ли я должен был найти в предыдущей миссии? А потом внезапно пытался понять, какого хрена тебя там не было, и вместо тебя я взял одежды. Но нет, все-таки я нашел конус. Это значит, о господи, полицаи родились из воздуха. Что за дерьмо? Ладно, если подумать, эта миссия действительно забавна. Куча перестрелок, погонь. И... Ее можно пройти. Сами подумайте, автор любезно оставляет нам броники, шестистволки, калаши. Так что, в принципе... О, господи, это было круто. Создается атмосфера штурма корифанцев. И, судя по красной точке на радаре, мне, походу, придется устранить босса. И что-то мне подсказывает, что будет он минимум сорокетница. Так, Епифан танцует со своими чиксами. И... К счастью, я вышел к боссу, когда он был один. Хорошо, а ты кто такой? Отлично. Все, разобрался со всеми. Чувак с огнеметом мне не смог причинить вреда. Женщина Епифана убежала. Отлично, осталось только добежать до машины. Где нет, я за... Чуваки, а хрен ли вы мне не помогаете? Так, хорошо, все, добегаю до машины. И... И... Начинается наикрутейшая погоня на наикрутейшей тачке. Ну, на самом деле, погоня не так эпична, потому что предыдущая была с четырьмя звездами, и риска для меня сдохнуть было больше. А тут даже если эта машина слетит в кювет, то я все равно выживу. Но все равно на серос Епифан дал тачку не говно, а это уже что-то дозначит. На самом деле, нихрена не значит, но да похер. В любом случае, как только эта миссия закончится, я окажусь в двух миссиях от финала этой божественной игры. Что означает, что я так и смогу закончить хотя бы одно гребанное прохождение на ютубе? Ну, не знаю, зачем я взял себе такую цель, но раз уж и решил закончить, надо добить. Да и на самом деле, это было не так уж и беспонтово. Я вспомнил те золотые времена, когда я сидел на плейграунде, скачивал модификации GTA San Andreas'у, проклинал авторов за то, что они оказываются нерабочими, а другие оказываются сборником трех моделек машин и одной радиостанцией. При этом все это преподносилось как-то такое обширные модификации с новым сюжетом. Вот самое бесячее, это когда какой-нибудь школьник делал модификацию с тремя машинками и говорил, обширная модификация с новым сюжетом, суки, ну и еще придет еще мое время вам отомстить, ублюдки. Я сделаю модификацию под названием Деревенский, она будет настолько неиграбельна, что... А, да. В любом случае, я уже в двух шагах от финала этой божественной погони. И вскоре я узнаю, что закончится эта полная интрига, расследований, драмы, комедии, история под названием Деревенский в GTA San Andreas'у. Алло, это Епифан, пиздуй в мою пещеру. Ты что, заднеприводный, Епифан? Ну что ж, господа, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в окончании этой интригующей истории.